Найти что-то прекрасное в новой покровке Анастасии Тамаровской непросто, хотя в профессии фотографа она уже далеко не первый год Ядовитая расцветка домов, градостроительный хаос и полное отсутствие архитекторской работы Типичные атрибуты новых жилых массивов Красноярска Диктатура конструктивизма практически вытеснила всю красоту из бетонных джунглей Самый простой признак, по которому мы можем понять, комфортно здесь жить или нет Это как здесь проводят время люди Никак То есть человеку, чтобы как-то провести свободное время, я думаю, в основном ему захочется уехать из этого района Потому что здесь нет ничего Только за прошлый год в Красноярске построили почти миллион квадратных метров жилья Большинство в многоквартирных домах Таких масштабов, если верить городской администрации, не было с советских времен Смешанные в одну хаотичную массу высокие дома навсегда изменили линию горизонта И если верить специалистам в области архитектуры и урбанистики, то далеко не в лучшую сторону Вот этот вот ритм застройки, который никак не осмыслен композиционно во взаимоотношениях с ландшафтом И если он будет продолжен дальше Это на века И тогда для этого города это страшно, это катастрофа Новая Покровка, Белые Росы, Орбита, Месокомбинат и Северный Лишь небольшой список микрорайонов, который регулярно подвергается критике как со стороны урбанистов, так и со стороны их жителей И речь даже не только об отсутствии элементарной инфраструктуры Школ, больниц, остановок и рекреационных территорий Случаи, когда застройщик тратит хотя бы минимальные средства на архитектурную составляющую новых домов, почти исключительны То есть это будет дом в разы дороже, но продать в разы дороже квадратный метр нашему покупателю мы не сможем Вот, может быть и есть таких 2-3 человека в Красноярске, но они себе давно уже построили индивидуальные дома вот в этом стиле, понимаете? Поэтому на сегодняшний день, ну собственно говоря, нет этого рынка, нет этого потребителя По градостроительному плану почти вся территория для жилой застройки помечена как Ж-9 Это значит, как минимум девятиэтажные дома Но многие застройщики привыкли работать на максимум Те же белые росы изначально планировались архитектором Евгением Зыковым как пространство, выдержанное в художественной концепции И работающее от окружающего природного ландшафта Но бесконечные правки заказчика превратили белые росы в нечто похожее на гигантскую серверную С сомнительными цветовыми решениями Если покупают квартиру вот в таких домах, и это дает ему хорошую прибыль Почему он должен менять свою бизнес-стратегию? Поэтому дома строят высокие, рядом и с максимальным количеством квартир малой площади Такая плотность перегружает инфраструктуру, а хозяин квартиры больше не чувствует себя хозяином места, где он живет Об этом говорит практически нулевая активность людей на собраниях собственников В итоге анонимная среда может превратить целый район в непригодный для цивилизованной жизни Ярким примером резкой маргинализации новостройки может послужить вот этот дом на улице 60 лет образования СССР Два года назад о нем рассказал целый ряд городских СМИ Власти две трети квартир здесь отдали выпускникам детских домов Драки, дебоши и бесконечные выяснения отношений сделали жизнь в этом районе, мягко говоря, небезопасной Менее чем за год жильцы скопили долгов по коммуналке почти на 2,5 миллиона рублей В итоге районной администрации пришлось ввязаться в целую кучу судебных тяжб и расселять по общежитиям самых буйных И цена на жилье здесь резко упала Профессор кафедры архитектурного проектирования Валерий Крушлинский занимается проблемами массового строительства уже не один десяток лет И по его мнению, рынок социального жилья никогда не встанет на ноги путем естественных рыночных отношений в жилищном секторе Проектировщики все хотят строить жилье хорошее, достойное и так далее, и так далее А экономически оно рабам не годится, оно дорогое Сегодня в однокомнатную квартиру покупает госарбайтер какой-нибудь из Таджикистана И там 12 человек живет То есть уже это жилье превращается в трущобы автоматически Во многих европейских странах давно отказались от жилищного гигантизма Принципы, по которым развивается Красноярск на Западе, считаются устаревшими и давно Там в работу вмешались муниципалитеты и стали ограничивать застройщиков этажности вплоть до 3-5 этажей У самих жильцов при этом появляется чувство ответственности Малое количество собственников зданий заставляет их кооперироваться при решении жилищных проблем Например, Голландия сейчас практикует смешанные типы жилья Где около 20% квартир в новом доме отдаются в муниципалитет как социальные Да и вся современная урбанистика приходит к тому, что надо перемешивать слои населения Чтобы не было напряженностей В Красноярске такой подход был невозможен в принципе По российским законам, если застройщик получил участок, то делать он с ним может что хочет Главное, чтобы соответствовало техническим требованиям Федеральное законодательство вообще никак не регулировало процесс внешнего облика зданий И только с 2014-2016 появились какие-то механизмы в виде постановлений правительства Которые позволяют нам каким-то образом принимать свои акты и регулировать эту ситуацию По городкодексу только градостроительный план земельного участка Который вообще к архитектурному облику никак не относится Послабление в федеральных законах позволит городской администрации создать новые универсальные правила Которые обязали бы застройщикам согласовывать архитектурный облик новостройки Не только его цвет, но и его способность вписаться в окружающую среду Разрешать будет новый орган, состоящий из специалистов разных профессий Также уже не первый год горсовет пытается утвердить и новые правила благоустройства Которые помогли бы очистить от кричащих элементов рекламы или горя дизайна уже существующие фасады Однако все это только перспективы с размытыми датами И в городе уже сейчас строятся тысячи квадратных метров нового жилья Денис Денисов, Сергей Раков, Павел Иваницкий и Станислав Меркулов, 7 канал